Янчик, я машину со стоянки пригнал, всё, можем ехать в лес на майские. Сашенька, я сейчас докрашусь и приеду. Янчик, да комарам пофиг, накрашенная ты или нет. Слышь, Яна, а чё у нас столько сумок, мы что, переезжаем? Да. Та-да! Ты вот так собралась ехать на майские, переодевайся. Саша, вообще-то женщина должна выглядеть всегда хорошо. Яна, в этом-то и прикол майских, что все должны выглядеть плохо, а на утро ещё хуже. Сашенька, ну я вот это всё взяла не просто так, это всё едет с нами в лес, это всё мне надо. Яночка, послушай меня, на майские надо. Мясо, водка, и вот, плавка, всё. Хорошо, смотри. Значит, этот купальник у меня для сгорания, этот для купания, а вот это для селфи. Янчик, ты реально хочешь комарам праздник устроить? Я бы даже сказал, банкет. Саша, ты не дослушал. А вот этот купальник на случай, если вдруг будут комары. Что значит вдруг? Они нас там неделю уже дожидаются. Хорошо, я всё предусмотрела. Значит так. Вот спрей от комаров, вот крем от комаров. А вот спрей от малярийных комаров, вот крем от малярийных комаров. Яночка, Яночка, Яночка. Есть у тебя что-нибудь от тараканов в голове? Милок. Вот это что такое? Что это? Это костюмчик для нашей собачки. Он будет в спортивном костюмчике. Но ты же сам говорил, что все на природе должны быть в спортивных костюмах. А ты что не в спортивном костюме? Саша, ты же сам мне всегда говорил, что я не такая, как все. Я особенная. Да, Янчик, ты у меня реально особенная. Это что такое? Наполнитель для собачьего туалета. Зачем? Саша, ну а где еще Тосик будет ходить в лесу в туалет? Яна, мы едем в лес. Лес и есть один большой наполнитель для туалета. И не только для Тосика. Блин, я же пылесос забила. Тихо, тихо. Какой пылесос? Ты с ума сошла, что ли? Сашенька, ну ты же сам всегда говорил, что за собой на природе нужно убирать. Все, 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 успокойся. Там есть муравьи, санитары леса. Они все уберут, все нормально, не переживай. Хорошо. Я сейчас немножко даже в шоке. Зачем нам там фен? Чтобы сушить волосы. Яночка, а куда ты собираешься его воткнуть? Я что, по-твоему, полная дура? Саша, не молчи. Саша, я надеюсь, ты уснул. Хорошо. Перефразируем. Во что ты вот этот штепсель собирайся воткнуть? Сашенька, я взяла удлинитель. Яночка, я тебя удивлю, но мы едем минимум на два километра от города, поэтому тебе надо примерно две тысячи удлинителей. Ну, ничего страшного, будем ехать. Зайдем в магазин, купим еще тысяча девятьсот девяносто девять удлинителей. Става. Так, стоп. Стоп. Что? Никуда мы заезжать не будем. Давай договоримся так. Я беру три вещи, и ты берешь три вещи. Хорошо. Тогда я беру красное, синее и черное. Купальник? Чемоданы. Хотя, чему я удивляюсь? Ты же у меня особенная. Да. Все нормальные люди пришли на Пасху корзинки светить. Мы как два идиота с двумя тележками из супермаркета. Блин, ну у батюшки святая вода закончилась. Ты же все подряд светила. И пиццу, и суши, и туфли свои новые. Да. Они, кстати, мне перестали натирать. Слушай, я бы на твоем месте их поменял и одел что-нибудь удобное. Саша, ничего страшного. Я взяла с собой запасную обувь. Ты что, еще не одну пару обувь берешь? Конечно, Саша, я взяла пять пар платьев. Под каждое платье туфли и сумочки. Бассейн? Яна, мы едем на реку. Зачем нам бассейн? Ну, Саша, в реке грязная вода. Хорошо. Откуда ты возьмешь воду, чтобы набрать этот бассейн? Из реки. Но там же вода грязная. Ладно, без бассейна. Отлично. Хорошо. Тогда освободилось место для освежителя воздуха и салфеток. Стоп, 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 подожди. Мы едем в лес, и ты берешь освежитель воздуха с запахом леса? Ну, есть еще морской бриз и лимончик. А вот еще салфеточки влажные, салфеточки сухие, салфеточки для лица, интимные, с ароматом алоэ. Стоп! Вот. Интимные, сухие, влажные, с ароматом картона. Хорошо, тогда я посмотрю, что же ты взял с собой. Что это? О-о-о! Топор! А зачем ты взял топор? Мы что, будем там играть в индейцев? Что это? Саша, зачем нам столько угля? Это же как надо отравиться. Это же достаточно просто одной пластиночки. Так, что у нас тут? Ах, спички, да? А? Саша, ты же не куришь. Зачем нам спички? Хорошо, а зачем тебе плейбой? Да что ж ты там собираешься на природе делать? Ей, ну ты чего? Это для розжига. А то, если я тебя не разжигаю. Еще как разжигаешь. Еще как ты меня разжигаешь. Ничего себе. Я не понял, зачем мы в лес берем шубу? Саша, мы едем в майские праздники в лес. А вдруг снег? Саша, я никуда без этого всего не поеду. Хорошо. Янчик, а ты купила спальный мешок? Значит, послушай меня сюда. Не просто спальный мешок, а VIP Luxury Elite Edition со стразиками цвета увядающего лосося после нереста. А ты его померила? Вдруг он тебя полнит? Над тобой же вся природа смеяться будет. Муравитоки. Блин, нет, конечно. Спасибо, что ты сказал. Конечно, сейчас померю. Так. Давай, давай. Давай, Сашенька, я готова. Так. Ну что, как? Я похож на подиушифер? Отлично вообще. Такая стройная. Супер. Молодец. Саня. Ё-моё, ну сколько можно тебя ждать? Уже час тебя жду под подъездом. Петрович, извини, Янка сильно долго собирается. Саня, с ними надо вообще совсем по-другому. Ну, смотри, вот так вот подошел, вот так вот взял и пошел. Пошел, 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 пошел. Пошел, подожди, 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 мясо возьму, Петрович. Дизель Шоу В жизни любого украинского чиновника есть три романтических момента. Рассвет, закат и откат. В начале этого года английская королева арендовала землю в центре Киева. И это не шутка. Об этой новости писали средства массовой информации. Но арендовать землю в центре Киева и ее оформить – это две большие разницы. Итак, представители королевы добрались до нашего украинского БТИ. Я вам сказала, у меня обид. Ну поймите, у вас сегодня единственный приемный день. И обид у меня тоже единственный. З дванадцятої до чотирнадцятої тридцяти восьми. Но после обида вы меня примете. После обида у меня уже неприемный день. Слушайте, ну я уже месяц пытаюсь к вам попасть. Месяц? До меня людина пять лет ходила. И ничего, так и не добилась. Так что вам практически по-срочному робимо. Идите, приходьте наступного тижня. До свидания. До свидания. Excuse me, may I come in? Иностранец? Ну что ж, валюту я можу приймать и в обеденный перерыв. Come in. Я ждать с пять утра. Что это за очередь? Европа выделяет деньги на реформы. Где талончики? Где электронный регистрейтор? Вообще не с того начал. Очередь? Это украинский традиционный. Понимаешь? Видишь, там венок в коридоре лежит. Знаешь, какая поважная людина там померла в очереди? И что, сейчас поставится электронный регистратор и признает, что его смерть была неправда? Я очень извиняюсь. Да ничего, это уже было давно, того тижня. Мне нужно оформить участок. А я это чую по сто раз на день. Звідки ты? Від кого пришел? Я подданный Великобритании. Ой, у нас кожный третий депутат подданный Великобритании. И шо? Я рыцарь ордена подвязки. Обладатель ордена Британской империи, а также ордена Святого Георгия. Герцог Эдинбергский. Сэр Уильям Бриджстон Третий. Ну, с такими документами ты уже не третий, а пятый. Так шо, не надо тут трусить своими подвесками. Я действую по поручению моей королевы. Ой, знаешь, для яких королев тут наши чиновники оформлюют землю и будинки? Твоей навіть не надо братися. Возможно, вы меня не так поняли. Возможно, трудности перевода. Do you speak English? Nein. Чила-тики-дойч. О, в колледже? Исключительно по видеокассетах. Ладно, шо там за участок? 16 соток на улице Костелной. О, це участок практически в самой эрогенней зоне Киева. Искока? 16 соток. Это я чула. Сколько соток ты принес, чтобы оформить все 16 соток? Нисколько. Тоді до побачення у мене сьогодні неприемний день. Приходьте завтра. Ну, завтра у вас выходной. Ну, тоді після завтра. А послезавтра у вас начинається відпуск. Ось, бачиш, як тобі не фартить. А шось би приніс в конвертику, уже б шось оформлюй. Ви што, намекаєте на взятку? Це ж корупція. Ви знаєте, що з вами буде, якщо я доложу, куди следують? Я знаю, що за мною буде, якщо я не доложу, скільки треба, тому, кому ти собираєшся жаловатся. Я буду жаловатся в НАБУ. Ой, тільки не надо пугать мене НАБУ. Я сама, кого хочеш, НАБУ. Почому ви просто не можете оформити участок? Потому що у тебе не просто участок, а участок в самому центре Києва. Ось у вас в Лондоні, що можна так просто прийти і взяти в аренду свободний участок? ГЕС Неудачний приклад. Короче, у нас в Україні так не можна. У нас вся земля вже чиясь. Навіть якщо вона нічья. Ну, у мене договор с Києвсоветом. Договор аренды. Це ваще фількіна грамота. У нас в Україні це не працює. Це земля для Ее Величества, королеви Великобританії. А, ось як все закрутилося. А-а-а. І що? А що вона сама не прийшла? А-а-а? Що? Приболіла? У нас тож гриб щас такий ходить. Жуть вообще. І що? Чого ви вирішили її в Києві то? Чо, в Лондоні нема місців чи дорого? Що ви таке несете? Королева в полному здрав'ї. А, то ви на будучий год інтересуєтесь. Цей участок, Ее Величество, арендує для государственних нужд. Нужд? А-а. Ви решили платний сортир поставити в центре Києва? Це хороша тема. Деньги ж не пахнуть, да? На арендованій нами земле знаходиться посолство. То, то, ви вже щось построили, ти прийшел узаканювати? О, так це інша процедура. Це вже дорожча. А що ви там построили? Маф чи шаурмячну? Нічого ми узаканювати не собираємся. Це, звісно, твоє діло. Ну, просто ти потім туди ні електрику, ні воду, ні газ не проведеш. Ось ти був вже в Горводоканалі? Нєт. Сходи. Дуже рекомендую. А в посольстві диявола вже був? Где? Це ми Київгаз так називаємо. От туди сходи, спробуй без грошей договоритися. У нас там уже все построено і подключено. Построено і подключено, то не значить, що узаконено. Да що узаканювати? Там вже стоїть посольство Канады. А, Канады? Ну-ка, стопе. Посольство Канады, а королева Великобританії? Це що, ви там субаренду будете мутити? Це вже зовсім інші гроші. Формально, королева Великобританії також є королевой Австралії і Канады. Формально, я принцеса Оболонії Троєщини. Але довідки в мене такої нема. А нас потрібна довідка. Ми вже здали на костюльній квартиру одному. СБУ потім його з криши не могла снять. Іменем королеви я требую, щоб ви оформили договор аренды і видали його мене по закону. Ти хочеш по закону? Йес. Ну, ладно, давай по закону. Продоставте, будь ласка, гражданський паспорт, ідентифікаційний код, технічну документацію, кадастровий план, згоду сусідніх землевласників, завірену наторіально це раз. Ну, разве всього цього нет у вас в комп'ютері? А разве ти тут десь бачиш комп'ютер? Тетрадка! Ось наше все. Так, давай далі. Королева замужем? Йес, of course, это известный факт. Тоді мені потрібна згода чоловіка та свідоцтво нашлю, перекласти українською мову та завірити на це реально. Ну, а це невозможна. Возможна ще й не таке. Документацію від санінпіденстанції, від БТІ і контрольний в голову. Арендатор повинен присутствувати лично. І що, хочете, щоб сама королева приїхала сюди, в вашу контору? Це не я хочу. Це закон хоче. І щоб вона була тут, не пізніше 17.00. Бо в 17.01 я отсюда сйо с йоркширским терьєром іду гулять. Люблю гулять с йоркширским терьєром. Я мачесті, я вибраю. Ты вибраю. Вибраю. Підпишись? Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой. Господи, снова цитрубачи. Что, опять президентская проверка? Ее Величество Елизавета II. Божьей милостью, глава Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии, а также иных царств и государств. Королева, глава Содружества, защитница Веры. Господи! Боже ж ты мой, у меня ж тут холодец стоит. Что ж я, дуреха, его не поставила в холодильник. Ох, живи, живи. Так, Алла Верди. Надежда Петрівна, милістью свого кума Андрія, глава двух точек на Троящинському ринку, то владелець ларька на вулиці Барбюса. Приємно познайомитись, колега. Ви должны обращаться к королеве Ваше Величество. Ні-ні-ні-ні, так я обращаюсь тільки до свого непосредственного начальства. Встаньте і поклонитись, це Є Величество, королева Великобританії. Значить, по-перше, ми це після регіоналів відмінили. По-друге, звідки я знаю, що це королева? Я що, тримала її паспорт, перекладений українською та завірені натуріально? Ну, у королеви немає паспорту. Всі паспорти віддаються від її ім'я. Ну, це вона, звісно, майже така ж крута, як наш міністр МВД. Ну, ІНН жи ж у мене і повинен буть. У королеви немає ІНН. Чого? По релігіозним причинам? Ой, ладно, то немає діло. У мене одне питання. Як така старушенція нашкребла грошей на 16 соток в центре Києва? Ви що не знаєте, королевська сім'я – самая богатая сім'я в мірі. З цього треба було починати нашу теплу бісіду. Чай, кофе, холодець не предлагаю. Предлагаю щось вже оформлювати. Давайте, кажіть повне ім'я арендатора. Єлизавета Александра Марія. Подожіть, не поняла. Що, три співвласника буде? Ні-ні-ні-ні-ні, так не піде. Як по-батькові? Що такоє по-батькові? Батька як звуть? О, принц Альберт, герцог Єоргський, король Георг. Опять не поняла. Так, Альберт і Георг. Що, два батька? У нас в Україні однополі браки вообще заборонені. Ладно, давайте так, запишемо Лиза Альбертовна. Якщо хочете подлиннее, доплатить за лишні клеточки. І це буде кеш. Це я розумію. Фіфти таузен доларс, нау. Ми не согласны. Ми будем действовать по закону. І ця не з того начала. Ладно, давайте по закону. Будь ласка, справочку із Жека предоставте. Із какого Жека? Із вашого Букингемського. Чи у вас ОСББ? Ладно, мені все одно. Мені головне, щоб це була справка номер три. Що така-то така-то Лиза Альбертовна проживає по такому-такому-то адресу. Букингемська штраса, чи як там у вас. І боргів за комуналкою немає. Ну, у нас тільки грамота монарха на царствуванні є. Та, це таке я можу зробити і в фотошопі сама. Це документ 53-го року. С печатами династиї. Тааа. Це шо? Сургуч? В якому столітті ви живете? У нас печатки Сургуча відмінили ще того року. Стоп, 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 стоп. Букингемський дворец, це шо ваш? І Виндзорський замок теж ваш? Поздравляю, гражданочка, на субсидію можете не розсчитывать. Субсидію. Ти не зможеш об'ясніть. Украйніан глобал махінійшн. Я извиняюсь. Здрасте. Отвали, бабуля. Я льготник. Мені можна без очеріги. Дід, ну шо, ти не бачиш, що тут вже є одна льготниця? Я тобі казала, що на дверях написано, не більше одного льготника в день, бо ви мене дратуєте. Іди звідсіля, бо ти в мене ту землю на могилку будеш ще п'ять років клянчить. От знав би, що так буде, не біжав би з румынського плена. Ти йди, йди. А ти нічоток. Іди, йди, йди, йди. Ви ще тут? Йес. Королева не понимає. Ми стільки денег виделяємо на реформу вам, а ви до сих пор требуєте справку із какого-то жека. У вас в країні три рази вже власть менялся. А здесь все на том же місці. Все там, наверху, власть менялась. А у нас тут, як в королевстві британському, все стабільно. Ой, ладно, ладно. І з уваження к вашому сипучі-пісочному возрасту, прийму вас о 12-ій години, сразу після майських. А когда у вас заканчиваються майські? Хто ж його знає? Як пойде? Ну коли ж вони закінчатся? І от, як закінчиться, сразу приходьте о 12-ій. І не забудьте фотки три на чотири. І без ваших корон і кандібоберів. Хорошо? Спасибо. Thank you. Thank you, набрет не намажеш і в покет не положеш. Goodbye. Фірменно отморозилась. Ну, нічого, нічого. Ти до мене ще походиш. Київрада переименувала Костюльну на Кирилівську. Так що прийде ще коза до возу. Дизель-шоу Недавно Верховной Раді установили при вході рентген. І тепер проверяють все карманы і сумки народних депутатів. Реформа-то хороша. Але правильні було б проверять карманы нардепів не тоді, коли вони йдуть на роботу, а коли вони з неї уходять. Наші чиновники так дореформувалися, що с начала 2018 року в Польщу на заробітки виїхало 240 тисяч трудоспособного населения. І, к сожалению, це теж не шутка. Українські компанії почали испытати серйозні проблеми з персоналом. Даже такі уникальні компанії, як сексуальні услуги по телефону. І так, представте, не совсем обычний кол-центр. Афель! Я прошу прощення, я, к сожалению, не можу поиграти со своєю кискою. У мене просто аллергія на кошек. До свиданья. Сто? В чём я одета? В домашнем? Сто у мене с голосом? А ты сначала скажи, что у тебя слабота і плапискай. Ніет! Я говорю плапискай! Я не плапискай, а плаплаписку! Глухой столь. До свиданья! Не, сверху я не могу сто процентов. Даже из соображений техники безопасности. Вот сколько ты весиш? А давай лучше ты. Ну ладно. Отбой, я перезвоню, шеф идёт. Так, барышни, я вас всех уволю. За что? Что мы такого сделали? Я вообще не понимаю, как мы вас шепелявую на работу взяли. А вы что не помните? Я засла к вам в кабинет. Присемила палец дверью. Заорала «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а» Даже представиться не успела, вы сказали «принято». Всё равно я не понимаю, как мы вас наняли. Послушайте, мы единственные, кто согласился работать за эти ваши копейки. И тем более работа, простите, связанная с риском. С каким риском? Заболевания по телефону не передаются. Черт, я что, зря каждую неделю на бак посев сдаю? Давайте о главном. За прошлую неделю мы заработали всего 100 долларов. И то только потому, что я наш номер в доставке пиццы указал. А? Так это были вы? А я думаю, что за чудак звонит? А охотничьи колбаски — это обыкновенные охотничьи колбаски? А я думаю, что за тройная колбаска? Я вас всех уволю к чертовой матери. Да что не так? Да все не так. Что вы должны делать? Ублажать клиента. А когда он дойдет до пика, мне слегка постановать? Правильно. Тогда почему вы этой ночью орали в трубку, как недорезанная? А, это мой косяк. Я случайно на нее села. А в наушниках ни черта не слышно, понимаешь? А вы знаете, а я так просто зачиталась на боковой. В общем, я прослушал все разговоры за прошлую неделю. Как же вам не стыдно, молодой человек? Стыдно. Стыдно в рабочее время обсуждать патиссоны на даче. Послушайте, это мой постоянный клиент, да. Его не так интересует секс, как пассивной календарь. Что, мы не можем поговорить на личные темы? Деньги все равно капают. Вы говорили по личному телефону. Деньги капают водофену. Фу, водофен тоже занимается такими послыми вестями. Узас. А я еще хотела пойти к ним работать. Так, давайте конкретно по вам. Как проходит ваш рабочий день? Озаботенные звонят нам на телефон. Мы их доводим до кульминации. Они платят за это деньги. Ну, за что конкретно платит клиент? Ну, за сомнительное, но какое-никакое удовольствие. Клиент платит за время, которое он висит на телефоне? Ну, предположим, и сто. Тогда зачем вы клиенту перезванивали? Потому что он получил удовольствие и бросил трубочку. А я удовольствия не получила, но уже завелась. Поэтому рисула его пиенобладь. И она так его пиеноблала, что даже я удовольствие получила. Молодец. Мы с этого ничего не заработали. Почему у вас средняя продолжительность разговора всего 30 секунд? Из-за моей дикции. Все хотят, чтобы я сразу переходила к а-а-а. Подождите, вы что, не раздеваетесь для клиента? Конечно, нет. Я сразу голая. Ну, вы хотя бы здороваетесь. Вы что, если я начну здороваться, то среднее время все уменьшится. Так, а как вы здороваетесь? Алло, это телефонная салава Клава. Что? Вот они вот так спрашивают. Ну, так нельзя здороваться. Хорошо, я буду говорить. Алло, телефонная салава Света. Господи, ладно, сразу станите. А-а-а, об тем я сразу и сказала. Давайте по вам. Да-да. У вас среднее время разговора вообще 10 секунд. Где вы работали? Учительница языка и литературы. А-а-а. Теперь понятно, откуда этот разговор. Эй, красотка, я хочу, чтобы ты была сверху. А вы на каком этаже живете? А-а-а, на третьем. Тогда я на четвертом. Я сверху. До свидания. А-а-а. Я прошу прощения, а что не так? А вы не понимаете. Давайте послушаем еще один. Привет, малыш. А что на тебе сейчас? На мне пиджак, брюки и блуза. А я хочу, чтобы ты была в чулках и кружевном халате. Тогда перезвоните через час. Я съезжу домой переодеться. Вот такое впечатление, что вы не хотите работать с клиентом. Вы что? Как вы можете такое говорить? Хочу, конечно же. Ну, просто они просят такое им рассказать. Слушайте, вы работаете в сфере интимных услуг. Что они должны вас спрашивать? Образ Печорина? А-а-а. Или Дубровского? А что же вы? Боже мой. Если мы бы обсуждали с ними образ Печорина, этого высокого брюнета, с соющимися волосами, с соющимися волосами на груди, с соющимися волосами... Да все, все, все. Не заводись. За это не доплативают. Да она молодая, неопытная. А вы у нас опытная. Прикинь. Хорошо. Тогда скажите, как нужно здороваться с клиентом? Сейчас покажу. Привет, малыш. Тебе одиноко? Правильно. А как вы объясните вот это? Алле! Христос воскресе! Вот вы сами попросили выйти поработать в такой праздник. Вот и вырвалось. Вырвалось? Да. Вы одному клиенту предложили яйцами стукнуться! Кстати, он так заорал, что даже я через наушники услышала. А вот это вы как объясните? Мне надо, чтобы ты меня завела. Диктуй адрес и еду. Добрый вечер, я сегодня один дома. Мужик, диктуй адрес, выезжаю. А ты брюнетка или блондинка? Диктуй адрес, сейчас увидишь. Что это? Да что-то в тот день гормональный фон скаканул. И знаешь, вот так прям захотелось реального, а не телефона. Марина Францевна, мы не оказываем прямых интимных услуг. А я вам изначально говорила, что я женщина временно одинокая и буду брать часть работы на дом. Вы неисправимы. Да. Давайте по вам. Вот у вас все, как бы получается, у вас приятный голос. Но только не нужно стесняться. Вас никто не видит. Работайте, работайте. Алло? Говорите, говорите. Привет. Как тебя зовут? Наталья. Никола Авна Хрущ. Малышка, ты сейчас где? Я сейчас на работе, и вокруг меня очень много людей. Не-не-не, ты в душе моешься, голая. Я в душе. Ты голая? Боже, упасти, я в сдельном купальнике. Я хочу, чтобы ты была одетая. Какой-то из врасенец. Я одетая. Раздевайся. Придурок, она только все была голая. Говорите, что вы с себя снимаете, говорите. Я с себя снимаю пуховый платок, поясы собачьей шерсти, шерстяные колготки, шерстяные носочки, термобелье, терморедузы, термоносочки. Вы издеваетесь? Ну что, я же не понимаю, что вы такие сквозняки. Работайте. Что-то сорвалось. И в чем ты сейчас? Ты в белых труселях с Микки Маусом. Говорите. Я в нижнем белье. Хорошо, хорошо. Я хочу подробностей. Давай подробности, подробности давай. Сто процентный хлопок. Производство Беларусь. Бабрика Комсомолочка. Господи, ну откуда вы все взялись на мою голову? А я же в школе работаю по совместительству. А я вам все уборщицы пришла устраиваться. Ну вы же помните дверь, палец. Ау! А я с тобой работаю с тех пор, когда мы еще секондом торговали. Что не так, Олег? Ну, как вы не можете понять? Для нас важен каждый клиент. Каждый. И если клиент хочет стюардессу, то не надо говорить, что в наличии есть только проводница Марина Францевна. И если клиент хочет, чтобы вы раздевались, то надо раздеваться. Да на словах, а не на деле. А если клиент хочет чего-то необычного... Мяу! Все, все угодно. Прекрасно. Работаем на сто процентов. Алло? Просит что-то необычное. Спроси, он привитый. Вы хотите, чтобы это был человек? Спросите, если он хотя бы читал Буратино. Я согласна. А у вас это в первый раз? Телефонная салава света на низком старте. Подожди. Ааа, у вас прям такое желание? Что бы он ни попросил, держите его, держите. Между прочим, это вас. Как меня? Просит мужчину. Давайте, давайте, Олег Петрович. Вы же сами говорили, нам важен каждый клиент. Алло? А вы говорите, что вы сразу голый, так будет легче. Даже не представляю, что у вас в руках. Надеюсь, Томик Чехов. Что вы со мной сделаете? Спроси у него адрес, я за тебя поеду отомщу. Есть закурить. Вы дерзались, молодцом. Почти 30 секунд. Долгостой. Так, девчонки. Вы все работаете здесь при одном условии. Об этом звонке из налоговой никому. Конечно, Олег Петрович. Работаем, работаем. Дизель Шоу. Викусь, Викусь. Ну, кому нужен этот цирк, а? Пойдем в ЗАГС, как люди, разведемся. Гадалка сказала, нужно распилить замок любви. Я вообще понять не могу, зачем тебе пила. Ты без нее прекрасно пилишь. Пилишь и пилишь. Пилишь и пилишь. Пилишь и пилишь. Вот, вот, Сашенька, мы из-за вот этого твоего бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу вот сейчас здесь. И я пилю этот дурацкий замок. Будь он проклят. Что, не получается? Нет. Вот хоть немножко побудешь на моем месте. Я когда встречаться с тобой начал. У меня аж тоже ничего не получалось. А я старался, 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 старался. А ты прям была такая неприступная крепость. Пока я тебе рыцаря в животик не подселил. Так, знаешь что? Ты вот как в нашей семейной жизни. Я стою что-то делаю, а ты стоишь издеваешься. Ну что ж ты катила, Вика? Это брак. Нет, Сашенька, брак это когда люди носят друг друга на руках. Когда они друг друг говорят комплименты. Когда они разбрасывают по всей квартире лепестки роз, а не носки. Я почему лепестки роз не разбрасываю по квартире? Потому что я о тебе думаю. Что? Тебе ж потом это все убирать, правильно? Так, ты давай это заканчивай. Потому что нам еще голубей ловить. Каких голубей? Каких голубей? А тех, которых мы с тобой на свадьбу выпустили, это же тоже символ любви. Правильно? Иди в баню. Слушай, пойдем домой, а? Сейчас, Сашенька, я допилю этот замочек и мы пойдем домой. Только каждый к себе домой. Правильно. Я пойду к нам домой, а ты пойдешь домой к маме. Вика, ты вообще подумала, кому ты нужна будешь двумя спиногрызами? Ой, только не надо впутывать сюда наших детей. Я сейчас не о детях, а о твоих родителях. Дуратая пила. Не нравится тебе мой лобзик? Все. А-а-а, понятно, что это твой лобзик. Чего это ты взяла? Вы же тупой. Короче, вон, с руками перекусывай. Справлюсь и без твоего лобзика. Есть маникюрная пилочка. Я думаю, что ей будет и тот быстрее. Вот, если б ты на день рождения себе заказала не маникюрный набор, а болгарку, сейчас бы и все. Может, ключиком попробуешь, а? Каким ключиком? Если мы оба экземпляра выбросили в речку. Видите ли, традиция такая. Ну ничего, ты и в речке с аквалангом найдешь. Что? Ну ты же как-то нашла мою заначку. На даче. В реке. На дне. Как? Совпадение. Совпадение. Кстати, замок хороший. Такой бы замок на гараж поцепить. Саша, ты даже сейчас, в такую минуту, думаешь про свой гараж. Это неправда. А ты, кстати, не помнишь, я закрыл его, не закрыл? Кстати, гараж не твой, а мой. Это мое преданное. Ой, какое преданное. Ты знаешь, что я в этом гараже провел больше времени, чем с тобой. Ты знаешь, как я там на тр... Ну вот именно, я удивляюсь. Почему детей тебе родила я, а не твой гараж? Слушай, Викусь, ты вот это зря ерундой не занимайся. А лучше вон возьми, на том ларьке замок перепили. Так пива захотелось. Хватит, я второй раз на это не поведусь. А как все-таки, Викусь, символично, что ты решила перепилить замок именно на годовщину нашей с тобой свадьбы? Саша, у нас годовщина была месяц назад. Серьезно? Да. С прошедшим. Я просто все время путаю, когда у тебя днюха, а когда годовщина. Ты вообще ЗАГСа не можешь нашу дату запомнить. Зато я очень хорошо запомнил выражение лица твоей мамы, когда я в ЗАГСе сказал «нет». Очень смешно. Вот правильно моя мама говорит, что ты... Твоя мама разве умеет говорить? Она все время... Разве от тебя, зятек, дождешься доброго слова? Да никогда в жизни. Что, моя хорошая, не получается, да? Нет. Хороший замок, можно было на гараж повесить. О, Марина Францовна, впервые с вами согласен. Давай помогу. А вы просто плюньте на него, его кислотой разъест. Я сейчас на тебя как плюну. Слушайте, а может вы булавочкой его откроете, а? Какой булавочкой? Какой булавочкой? Пятый раз меняю замок на двери, вы все равно как-то в квартиру проникаете. Я вас даже в телефоне медвежатницей переназвал. Саша. Я на базар, папа хочет холодца. Мама, а как же в ежовых рукавицах? Видимо, полинял ежик. Вот слушалась бы сейчас свою маму, я бы холодец кушал с хреном. Дурак ты, Саша. Слушай, а я действительно дурак. О, наконец-то ты это понял. Блин, мы тут уже 20 минут, ни разу не клюнуло. Надо было на кукурузу кидать. Тихо, груднюк. Сейчас я, сейчас я... Сашка, Сашка, распилила. Все, наконец-то мы с тобой расстаемся. Поздравляю тебя, Викуська. Только ты не наш замок распилила. Как не наш? Саша плюс Вита вместе навсегда? Видимо, уже не навсегда. Ты в прямом смысле чей-то брак распилила. Хотя, с другой стороны, может, какого-то Сашку спасла. А наш замок, вон он. Санек плюс Витос. 2012 год. Вот. Ой, еще и этот пилить придется. Что тебя во мне не устраивает, я понять не могу. Меня все не устраивает. Все в тебе меня не устраивает. Ты, ты пьешь. На рыбалку ходишь с друзьями вечно. Зарплату не приносишь. За собой не убираешь. Не смываешь. Мою маму не любишь. Я не понимаю, как ты умудряешься пилить одновременно в двух местах? А еще знаешь что? Что? Мы с тобой никуда не ходим. Как это не ходим? Здрасте. Я хожу на работу каждый день и хожу мусор выбрасывать. Мне этого вот так хватает. А мне не хватает. Хочешь со мной ходи мусор выбрасывать? Я в рестораны хочу ходить. А типа мы в рестораны не ходим. А типа ходим. Вот, на прошлой неделе были? Да, на прошлой неделе мы были в столовке. И это были поминки дяди Гриши. Ну ладно, Викусь, ну это. Ну хорош, хорош. Не баню. Ну тихо, 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 Викусь. Ты устанешь, а тебе вечером еще ужин готовить. Вот, я для тебя просто служанка. Принеси, подай, уйди, не мешай. Это неправда. Там еще постирай, накорми в горе и в радость. Я все помню. Ты меня как на свадьбу называл? Как? Солнышко, ласточка, зайчик мой. А сейчас, Вика, подай пиво. Вика, принеси пульт. Вика, найди мой второй носок. Ну ладно, хорошо. Хорошо. Я буду называть тебя Солнышко. Солнышко, принеси пиво. Сальчик, подай пульт. Иди в баню. Дурак. Добрый день, полиция города Киев. Что это у вас тут происходит? Здрасте, посмотрите, порча имущества. А, статья 194. Это порча семейной жизни. Такой статьи не знаю, но мы разберемся. Женщина, это ваш замок? Да. Нет, это наш замок. Вы даете разрешение на вскрытие замка? Ни в коем случае. Понятно. Женщина, перестаньте пилить замок. Ай, все, вот это ваша мужская солидарность. Да при чем-то солидарность, это порча имущества. Знаете, каким штрафом облагается? А, ничего страшного. Мой муж за все заплатит. Да, да, муж заплатит. Нет, я не буду платить ничего. Ага. Женечка, вот, пожалуйста, тебе латы с двумя с сахарками. Яночка, когда я тебе говорю, что я люблю американо с молоком и без сахара, я обычно к кому обращаюсь? Вот, вот все вы, мужики, одинаковые. Вам что-то делаешь, а вам не нравится. Вот вы знаете, он всегда мной командует. Это потому, что я старше по званию. Так, женщина, а ну немедленно отдайте пилочку. Младший стержант Глоченко, а что это вы делаете? А что я делаю? Мы же должны помогать людям, а девочка устала. Алла, товарищ полицейская, а вы не тот замок пилите? Тот, тот, Женя и Яна, жить и служить вместе на все жизнь. Младший стержант Глоченко, вернитесь в машину и ждите меня там, пока я протокол оформляю. Хорошо, я пойду в машину. Только не потому, что ты мне сказал, а потому, что мне туда надо. Правильно, правильно, вот так в ежавых рукавицах держите. И если ты будешь вмешиваться в их отношения, будешь спать в патрульной машине. Ну так что? Хорошего вам дня. Э, э, а как мужская солидарность там все дела? Сами разберетесь, видите, у меня там пузыри надулись уже. Яна! Викусь. Я сейчас такое выражение лица, как во время секса. А с тобой, Сашенька, другого лица не получается. Понятно. Сплошные минусы, да? Да, сплошные минусы. Ладно. На, ключ. Сашка. Что это? Это мы же оба экземпляра выбросили в речку. Там в комплекте три ключа шло. Я один оставил. И носил его всегда. Вот тут. Сашка, ты, ты что, не выбросил ключик от нашего замочка любви, чтобы он все время был рядом с тобой? Да. Давай, давай, открывай его уже. А я не хочу уже его открывать. Я передумала. Да я не передумал. Хороший замок. Давай на гараж повесим. Саша! Чего ты? Что ты начинаешь? Теперь перестаньте. Саша, что там у вас вчера случилось? Да ты понимаешь, какая ситуация? Сижу я дома, никого не трогаю. Приходит моя жена из парикмахерской и говорит так коварно. А ты во мне ничего не замечаешь? А ты что? А я как-то сразу так растерялся. Это хорошо, что в этот момент я ел свой любимый аракис Биг Боб. Я его ем, а из меня комплименты прям сыпятся нон-стоп. Ммм, великолепно, шикарно, обалденно. Ох. Слушай, отличный способ. Ко мне же сегодня теща приезжает. Пошел готовиться. Давай, Олежка, готовься. Доказано, когда женщины садятся на диету, в первую очередь худеют их мужья. А когда женщины идут в спортзал, худеют еще и кошельки этих мужей. А теперь давайте посмотрим, как в фитнес-центре худеют парни и девушки дизель-шоу. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили. Всем спасибо за тренировочку, девочки. На сегодня все. Следующая группа. Заходите. Я пока пойду умоюсь. Господи, танк. Женщина, вообще-то магазин с булочками за углом. Здесь фитнес-центр. Да. Я тоже пришла фитнесом заниматься. Поставила цель к лету сбросить 15 килограмм. А сколько вам осталось? 30. Знаете, а я сюда пришла, короче, чтобы подкачать попу. Чтобы она у меня такая была, как орехи, вот как кокосы. Я не знаю, как ты из жареного арахиса хочешь получить кокосы. Но бог тебе в помощь. А ты что пришла? Несчастничку. Маленькая, худенькая. А я хочу к лету жир сбросить. Какой жир? Посмотри на себя. Ветер дунет, тебя сдует. Ты же худенькая. Ну какая я худенькая? Посмотрите, вот тут жир. Тут жир. Тут везде жир. И жир просто стекает. Вы знаете, я не вижу. Потому что он прячется. А к лету бабах, выползает и начинаются на животе складки. На подбородке складки. Везде складки. Тут складки. Между пальцев складки. А мой жир прятаться перестал. Отжал территорию и радуется. Знаете, на самом деле тут ничего страшного нет. Женщина может быть полненькой. Главное классно получается на фотках. Вот смотрите, вот так вот телефончик поставляешь, включаешь камеру и животик так... И втянуло. И фоткаешь. А, вот если я так сделаю, то у меня все диски с позвоночника повыпадают. Тогда я отойду. Втягивайте. Да-да. Давайте вы попробуйте. Пробуем. Тянула. Фоткай. Классно. Получилось. А я вот недавно влезла в свое платье выпускное. Прям тютелька в тютельку. А мои тютельки из платья выпадают. Ну что вы, это у меня тютельки, а у вас тютища. Согласна. Так, девочки, добрый день. Как настроение? Я так понимаю, первая тренировка. Хотите стать красивыми к лету. Думаете, получится у нас? Ну, смотря какая цель у вас, конечно. Сколько хотите сбросить? Приблизительно вот столько. Ну, тогда вы должны запомнить, что в фитнесе самое главное – это питание. Питание – это 70% успеха. Вот вы что сегодня ели? Значит так, я сегодня ела, сейчас вам точно скажу. Значит, смузи, латте, сырники. Я могу вам рассказать весь свой рацион вплоть до четвертого айфона. Значит так, записывайте. Картога, котлета, голубцы, холодец, солянка. Это было на первое. Второе. Давайте без второго. Вы что ели? А я ничего не ем, я худею. Мала. Это я с тебя худею. Девочки, запомните себе раз и навсегда, что в спорте самое главное – это мотивация. Поставили себе цель и уверенно к ней идем. Да, вот я, например, хочу такую попу, как у вас, а я такую грудь, как у вас. Значит так, договорились, тебе попа, тебе грудь, а мне все остальное на холодец. Девочки, спокойно. Давайте начнем с дыхательной гимнастики. Ножки на ширине плеч, копчик подкрутили и дышим. Глубокий вдох, выдох. Еще разок вдох, выдох. Дышим полной грудью. А если ее нет? Ну, дышите, чем есть. Просто дышите. И выдох, и выдох. Закончили упражнение. Следующее упражнение – ходьба на месте. И с правой ножки весело и задорно. И раз, два, три, четыре. Раз, два, молодцы. Четыре. Раз, два, три. Активно. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Понимаете, если кто-то и дальше хочет носить размер XXL, то может, конечно, стоять и на месте. Конечно, хочет. Я сейчас ношу 7XL. Ну, женщина, ну, разве вам не хочется влезть в прошлогодние летние шорты? Не хочется, они на три размера больше. Хорошо, продолжим. Очень простое, но очень эффективное упражнение. Кардиоупражнение повторяем за мной с правой ножки. И раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. Веселее. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. В принципе, для разминки, я думаю, достаточно. Разминка? Это была разминка? Я, капец, как устала. Девочки, между прочим, такая разминка сжигает столько же калорий, сколько и 15-минутный секс. Ого, 15-минутный секс? А что такое бывает? Малая, бывает и 24-часовой. Я однажды застряла с одним мужичком в лифте, он думал, все, а я... Докадай. Подождите, маленькое уточнение, то есть, если фитнес, это как и секс, это что, от него можно тоже залететь? Залететь? Ну, ш... Нет, нельзя. Так, девочки, пойдемте на Пилатес, тут другая группа занимается. Давайте, быстренько. Кафе Хардисгем. Девочки, помогите дойти. Ой, сквозняк. Сережа, Сережа, зал свободен в виде своих. АПЛОДИСМЕНТЫ И раз. И два. Присели. Пошли, молодцы. Улыбаемся, красавцы. Все за мной успевают. АПЛОДИСМЕНТЫ Где вы, мои зожники? Мои физкультурники? Будущее страны. Где вы, качки несусветные? Грудомышц, пойдемте. Скорее, ребятки. Дышим. Молодцы. Все выходим. АПЛОДИСМЕНТЫ 24 минуты. От раздевалки до спортзала. Сегодня уже хорошо. А вчера многие, кстати, переодеться даже не смогли. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы как-то говорили, что тренировка считается хорошей, если ты вспотел. АПЛОДИСМЕНТЫ Я пока оттуда сюда шел, уже вспотел. Я могу домой идти? Ну да. Дорогие мои, с сегодняшнего дня у вас новая жизнь. Никаких чипсов, никаких шашлыков, никакого алкоголя. Валим. Стоять! На место. Ну что это такое, а? Ну где трицепс? Где бицепс? Где пресс? Вы не говорили это брать. Вы сказали, форму возьмите и все. А, боже мой. Что тут у нас, а? Ну вам самому это нравится, а? Ну что это, а? Смотрите. Давно у вас так? Ну-ка. А-а-а-а. Ну-ка, стой в сторону, давай. Хватит, хватит. Вы что, на девятом месяце? Я уже пятнадцатый год на девятом месяце. Вы же скоро пописать без зеркала не сможете. Смогу. Как? Как и сейчас, сидя. Кошмар. Ты же мужик или баба? Ой. А можете посмотреть, а? А то мы уже пятнадцать лет с ним не виделись. А ты сделай на телефон селфи, потом в инстаграм увидишь. Хорошая идея. Есть телефон? Да-а-а-а. Ха-ха-ха. Вот она. Понимаешь, булка в ритузах, жердяй. Отойди, я не к тебе. Ну что, гормональный сбой. Жрёшь ночью в холодильник ползаешь, да? Вот эту вот ночью. В два часа, пока все спят. Чем занимаешься? Боксом. В отличной форме, парень. Спасибо. Давно? Вторая тренировка. Эх, ты поплывок надутый. Что ж ты себя так запустил, а? Восстанавливался после травмы на чемпионате Европы. Поправляйся, братан. Восстанавливайся. Красавец. Спасибо, что ли. Ты что, выпил? Так сегодня же выходной. Ты что, пьяный пришел в спортзал? Я? Нет. В спортзал я пришел трезвый. Я в раздевалке тяпнул. Значит, так забудь про алкашку. Теперь ты грудом мышц и сухожилий. Займешься своим телом. Можно я для начала душой займусь? Все. Для начала займемся разминкой. Пивком разминаться будем? Так, заткнись. Понял. Значит, уважаемые друзья. Итак, для начала комплекс из 15 упражнений. Запоминайте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тан-тан. 15. 15. Ну, в принципе, это можно запомнить. Это было первое упражнение, еще 14. Да ничего себе, как же это запомнить-то? А для таких, как вы, неполноценных склеротиков, каждое движение имеет свое название. Итак, уважаемые друзья, первое упражнение называется «Кеды». Приготовились. И раз, два, три, четыре. Молодцы. А я только до половины дотягиваюсь. У вас будет упражнение «Полукеды». Раз, пониже. «Полукеды» для полумужчин. И сразу подняли ручки и поклон самурая. Дотянулись до земли. А-а-а! Что такое, братан, спина? А, нет, крестик за волосы зацепился. А-а-а! Помогите! Сейчас, сейчас, сейчас. А-а-а! А-а-а! Прекрасная идея для следующего упражнения. Следующее упражнение называется «Прямой удар ногой». Приготовились. И раз, два, три. Раз, два, три. О-о-о! Тренер, тренер, тренер. А можно это упражнение назвать «Теща, вали домой». Прекрасное название. Давайте сделаем его все вместе. Приготовились. И... «Теща, вали домой! Теща, вали домой! Теща, вали домой!» И дочку свою забирай! И кота своего тоже! И хобячков своих! На-на-на-на! Отличное упражнение. Не перегружайте себя на нем. Понял. А-а-а! А вы почему не делаете? А я не могу это упражнение делать. Я в тещиной квартире живу. Друзья, а теперь угадайте название следующего упражнения. Ручки вверх. Два, три, вернули пять. О, я знаю! Утром я проснулся, встал и потянулся. Прекрасное название. Но у нас в центре семейной психологии это называется «Изгнание дьявола». Тренер? А? А у вас все упражнения про тещу? Хорошо. Извините, завелся. Давайте какое-нибудь движение от вас. Вот, вот ваше движение. Как называется? Я писать хочу. Прекрасное упражнение. Давайте сделаем его все вместе. Итак, писать хочу. Что вы делаете? Я реально хочу. Он сам придумал упражнение и сам застал его делать. И ну и, наконец, наше любимое упражнение – клубничка. Ноги на ширине плеч. Подсели. Пошли. Добавили руки. Это я могу. Прекрасно. Молодцы, ребятки. Пока не будет еще больше аплодисментов, не закончим. Отлично. А теперь ляжем на спину и сделаем это упражнение лежа. Ляжем на спину? Это грязная клубничка. Алло. Конечно, могу, да. Сейчас, секундочку. Юлечка, замените меня. Вы же знаете мужской комплекс. Я знаю абсолютно все о мужских комплексах. Ну что, готовы, пончики? Поехали. Первое упражнение – кеды, полукеды. Все вместе и... Раз. Два. Три. Четыре. Еще раз. Два. Три. Четыре. Молодцы, закончили. Потянемся. Поклон самураям. И... Самурай. Два. Три. Самурай. Три. Четыре. Ниже. Ниже. Да. Еще. Тянемся. Тянемся. Давай. Клубничка была? Ждем. Два. Три. Так. А теперь клубничка. Алло. Извините. Да. Да-да, уже бегу. Так, девочки, кто-нибудь на клубничку меня замените, я вернусь. Секунду. Три. Ха-ха. Ху! Ха-ху-ху! Ха-ху-ху! Субтитры сделал DimaTorzok